В регионе подвели итоги работы Управления МВД России по Ненинскому округу за 2020 год. О статистике административных правонарушений, а также уголовных преступлений в следующем материале мои коллеги Натальи Дуркиной. По итогам работы по противодействию экономическим преступлениям и коррупции, всеми правоохранительными органами было выявлено 64 преступления. Из них 32 выявлены сотрудниками отдела экономической безопасности. Из 32 выявленных нами это 21 преступление коррупционной направленности, из них 16 преступлений, связанных с освоением бюджетных средств, 5 преступлений с хищением бюджетных средств. Выявлено 8 фактов взяточничества на территории Управления МВД. Выявляются такие преступления, как коммерческий подкуп при заключении государственных контрактов, в сфере финансовой кредитной системы, в сфере налогообложения. Что касается незаконного оборота алкогольной продукции, то за прошлый год было проведено более 170 проверочных мероприятий. В составе 31 протокол об административном правонарушении за незаконный оборот алкогольной продукции возбуждено 5 уголовных дел по фактам повторной реализации алкогольной продукции, будучи привлеченным к административной ответственности. У нас через социальную сеть друг вокруг реализуют так называемые доставщики ночные. За прошедший год было проведено более 50 мероприятий в бассейне реки Печора, направленных на противодействие незаконного вылова водных биологических ресурсов. Выявлено 5 преступлений, составлено 31 протокол, изъято более 50 рыболовных сетей, суммарно длина которой составляет 2,5 километра. Ущерб, нанесенный водно-биологическим ресурсом, более 850 тысяч рублей. Что касается работы отдела уголовного розыска, то по статистике совершено на 2,9% меньше преступлений. Однако по некоторым видам отмечается рост, например, таким как мошенничество. Количество подобных преступлений по сравнению с предыдущим годом возросло на 23,6%. Прежде чем заказывать какие-либо товары посредством через сеть интернет, почитать отзывы данных интернет-магазинов, какие-то моды, только после этого, если отзывы положительные, то да, можно заказать. Кроме того, все пользуются банковскими картами. Ни в коем случае бывают посредством телефонного звонка, представляются представителями службы Сбербанка, различных банковских организаций, просят реквизиты банковской карты. Ни в коем случае их не надо называть. И тем более трехзначный на обратной стороне код никогда не называть. И не передавать другим лицам пин-коды и реквизиты своих карт. Однако, как отметил начальник уголовного розыска, есть и положительные моменты. У нас выявлено больше преступлений в сфере незаконного оборота оружия. Преступление по прошлых лет раскрыто. Поэтому работы много и дальше будем работать. А теперь, что касается проведения митингов, одиночных пикетов и публичных мероприятий. Так как на территории региона действует режим повышенной готовности, в постановлении губернатора были внесены изменения. В связи с изменениями в постановлении губернатора 12 ПГ о введении режима повышенной готовности, пункт 2, на территории Ненецкого автономного округа запрещено проведение публичных мероприятий в виде шествий, митингов, пикетирования, демонстрации публичных мероприятий, в том числе и одиночных. За это предусмотрена ответственность статьей 20.6.1. Это невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях или угрозе ее возникновения. Лечет наказание в виде предупреждения либо наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей. Подобные нарушения были зарегистрированы. Сейчас правоохранители проводят проверку. Наталья Дуркина, Вадим Стасюк, Телеканал Север.